Так, вторая часть. Мы с вами сделали общий обзор того, что сейчас автор, по крайней мере, статьи, которую мы рассматривали. Что они считают сейчас таким наиболее актуальным? Наиболее актуальным они считают фундаментальные модели, которые позволяют перейти от специализированных моделей, связанных с анализом, текстом, видео, аудио и так далее, к некоторым интеллектуальным агентам, которые позволяют объединять специализированные задачи и имеют дружественный для человека интерфейс в виде некоторого чата. Вот, соответственно, мы сегодня посмотрим часть, касающаяся понимания видео, то есть самая первая часть, то есть что сейчас происходит вообще вот в этой области понимания того, ой, не видео, а изображения, да, визуальной информации. То есть как сейчас модели современные позволяют вам анализировать изображения, да, чтобы получать из них какую-то полезную информацию. Как они настраиваются, как они строятся, какие задачи позволяют решать. Вот, они называют это часть, связанная с пониманием визуальной информации. Значит, ну, тут опять же прекрасная схема есть, да, которая показывает, чем сейчас думают. То есть в прошлый раз мы рассмотрели, что есть четыре этапа эволюции систем, да, от специализированных моделей через предобученные модели к моделям общего назначения. Вот здесь, соответственно, сразу же начинается вопрос. Мы пропускаем сразу же часть, касающаяся специализированных моделей. Мы частично о них поговорили в предыдущих лекциях. Частично они были использованы, ну, по крайней мере, в группе УТС использовались в их практических задачах, где они пытались такие специализированные модели обучать. Поэтому здесь эта часть не сильно затрагивается, да, она вот кроется вот здесь, вейбл супервижен, да, то есть когда у вас известно, например, ну, если брать только задачу, например, классификации изображения, то есть вам нужно по изображению сказать, что на ней нарисовано. Эта задача называется классификация, да, то есть вам нужно сопоставить картинку с некоторым предопределенным набором классов. То здесь задача состоит в том, чтобы научить модель, настроить ее коэффициенты таким образом, чтобы, подавая на вход изображение, вы на выходе получали вероятность того, что вот такой-то класс, например, имеет такую-то вероятность, да, соответствует. И, соответственно, сумма всех вероятностей всех классов для этого изображения, да, она равна единице, как известно. Соответственно, можно выбрать максимальное значение, таким образом понять, на какой же классу эта картинка соответствует. Это называется Supervision, да, то есть обучение модели распознаванию некоторого набора предопределенного классов. Это задача Label Supervision, то, что вот группа УТС делала в практическом задании. Очень задача давно сформулирована, да, уже огромное количество моделей реализовано. Вот есть сейчас некоторые там State of the Art, да, то есть текущий набор таких моделей. Вот и самый главный вопрос, да, как их при тренировках сделать, да, чтобы вы не с нуля каждый раз обучали, да, а чтобы вы взяли уже какую-то готовую модель и поверх нее чуть-чуть там подкрутили какие-то коэффициентики некоторые, да, и на выходе получили модель, которая решает вашу конкретную задачу под вашу метку. Вот группа УТС как раз этим занималась, да, у них были заданы им специализированные классы, которых нет ни в каких датасетах. Они должны были взять предобученные модели, отрезать от них кусок, прикрутить свой кусочек, да, и этот кусочек поднастроить, не трогая всю остальную модель, что в целом позволяло, например, решать эту задачу на обычном компьютере без привлечения каких-нибудь сложных кластеров, да, и использовать небольшой набор данных, там порядка 50 изображений для того, чтобы научить модель решать вашу специализированную задачу. Вот более продвинутый вариант – это, значит, обучение на основе языка, то есть языкового описания. По отличие от Label, да, здесь нет уже предопределенного количества классов. Здесь есть большое количество данных, описываемых парами изображения, описывающих изображения текста. И модель учится сопоставлять тексты с изображениями, да, то есть какие-то отдельные части картинки сопоставляются отдельными словами, например. Это позволяет, в отличие, например, от Label Supervision, уже выдавать результат не в виде, там, номера класса, там, класс номер 5, собачка, там, класс номер 6, котик, там, и соответственно, и так далее, да, то есть, например, выдавать некоторый текст на выходе. То есть вы даете картинку, на выходе получаете некоторый текстовый описание. То есть какие слова наиболее шумообразом, наилучшим образом, да, описывают эту картинку, в ходе того, что конкретный текст сформулировать. Ну и немножко другое направление, уже вообще без текста, да, это только на базе изображений научиться просто различать изображение, да, сказать, что вот эта штука и вот эта штука – это похоже, что-то одно, что-то похожее, да. То есть модель не знает, что это, например, собака или котик, но она знает, что вот пушистый с острыми ушами – это котик, да, там, с висящими ушами, с являющим хвостом – это собака. То есть пытается по набору изображений, которые заранее уже разбросаны, ну или специальным образом там перемешиваются, специальным образом преобразуются, научиться выявлять некоторые закономерности. По сути, она уже учится некоторым представлениям изображений, то есть не просто сопоставляет картинки там с текстом или с изображениями, да, ой, с лейблами, с классами какими-то, а научится различать между собой картинки, то есть такая более интеллектуальная работа. Соответственно, такой подход, он тоже дробится на несколько подходов, которые сейчас наибольшим образом проработаны – это обучение на основе противосопоставления, да, когда у вас, например, вы берете одно изображение и берете противоположность. Например, котик и собачку, говорите, вот это котик, это там класс 1, да, это класс 2, это не одно и то же. И ваша модель должна тоже сказать, что это не одно и то же, да. То есть она научится различать разные объекты, вот. Есть немножко другие, более сложные схемы, да, которые позволяют без настройки вот этих противопоставлений, да, то есть, по сути, здесь вы должны задать набор образцов, там, условно говоря, антонимов, да, то есть вот это один объект, а это его прямая противоположность, да, то есть здесь вам не нужно задавать противоположность. Есть отдельные инструменты, которые позволяют вам, ну, такие больше, конечно, эмпирические, ничем не доказанные, но, тем не менее, позволяют вот эту вариацию обеспечить, да, чтобы научить модель распознавать объект одного класса, даже не зная о том, что это за класс. Вот, ну, и, наконец, есть третий вариант, он придуман, был, в первую очередь, для языковых моделей, это способ был моделирования языка. По сути, задача здесь в том, чтобы прогнозировать пропущенный вариант, да, то есть вам дается неполная информация, вы должны ее реконструировать. Ну, в случае с текстом, да, вам квадратиком закрывают отдельные слова, и нужно модель научить так, чтобы она могла эти слова восстанавливать, да, контекста, окружающего контекста. Тоже самую идею применяют для изображений, то есть учат понимать изображение по его части, да, то есть, если вы видите там лохматое рыжее ухо, то, скорее всего, это либо кот, либо собака, да, вряд ли это там какой-нибудь чайник. Вот, то есть, такого образа модели тоже присутствуют. Все они необходимы для того, чтобы предобучить модель и максимально упростить ее использование на будущем, да, то есть просто подсовывая, например, изображение, да, получать его описание текста. Вот, ну и кроме того, есть как попытка агрегации этих, да, то есть разные подходы объединяются между собой, так и более сложные подходы, связанные просто с перемешиванием всех этих подходов в одну модель. Это и мультимодальное смешение данных, это и обучение модели распознавать какие-то отдельные участки, в ходе того, что отдельные пиксели, да, то есть разный уровень гранулярности смешения данных. Вот, ну и самое простое – это обучение с учителем, да, то есть то, что более-менее знакомо. Если вот сравнивать разные подходы, да, с обучением, да, то есть обучение с учителем самое простое. У вас есть некоторая модель энкодер, которая трансформирует изображение, да, то есть кучу пикселей трансформирует в число. Называется label, да, или mark, класс. То есть там котики – это 0, собачки – это 1, там, не знаю, люди – это 2 и так далее, да, то есть каждому классу объектов, которые вы хотите находить, да, с последствием некоторый label, некоторый класс, некоторое число – 0, 1, 2, 3, 4, 5. И по сути задача стоит в том, чтобы настроить коэффициенты вашей модели таким образом, чтобы набор пикселей, тоже чисел, да, трансформировался в одно единственное число, описывающее то, что на этой картинке изображено. Это называется supervised learning, да, обучение с учителем – самое простое, простой вид, да. Более сложный вариант, да, это смешение, например, изображение текста. Вы даете не только картинку, вы даете еще картинку и текст, и говорите, что они одно и то же, да. И специально используются метрики для того, чтобы сопоставить. То есть текст раскладывается в набор чисел, картинка раскладывается в набор чисел, и эти числа между собой в виде матрицы сопоставляются, что чему соответствует. Вот, после чего можно эту матрицу использовать для того, чтобы попытаться по новой картинке понять, а что же на ней, какой же текст на ней нарисован, да. Либо наоборот, по тексту понять, какая картинка будет соответствовать этому тексту. Еще более сложные варианты, да, это когда вы, например, не имеете никакого текста, то есть у вас нет никаких размеченных картинок, просто есть куча картинок, да, и вам нужно научиться делать так, чтобы модель могла находить похожие объекты, ну, сопоставляясь с некоторым образцом, да, который вы будете потом подсовывать. Ну, например, вы подали какую-то картинку и хотите на выходе получить похожие на нее картинки из какого-то множества. Соответственно, здесь сопоставляются уже не там изображения текста, да, здесь сопоставляется одно и то же изображение, которое было трансформировано, да, то есть здесь используется специальная операция дополнения, то есть, по сути, картинка там искажается различным образом, не меняется цвет, она переворачивается, там, сжимается, скручивается как-то, да, двумя различными способами. То есть набор трансформаций применяется к одному и тому же изображению. И один и тот же энкодер должен выдать одинаковый результат, да, то есть таким образом модель обучается некоторой инвариантности, да, то есть она пытается сохранить полезную информацию из картинки после вот таких трансформаций. Понятно, что здесь вопрос всегда в том, какие трансформации, например, можете обучить модель трансформациям поворота, да, чтобы она была инвариантна к поворотам. Соответственно, достаточно написать функцию поворота изображения, да, запустить вот такую модель и получить на выходе некоторый алгоритм обучения, да, который позволит вам построить вот такой энкодер, то есть кодировщик, да, который сможет изображение трансформировать в некоторое универсальное представление, да, и это представление потом можно будет, например, сопоставлять между собой. То есть, например, если вы научите такую модель быть инвариантной к поворотам, то дальше подсовывая изображение, там, каноничное, например, положение объекта строго, там, направленное, там, на север, да, вы сможете ее сопоставлять с другими углами поворота этого изображения, да, и, по сути, получать некоторый сигнал на выходе, что это одно и то же. Вот. Ну и, наконец, есть вот третий еще, четвертый вариант, да, это кодирование с помощью масок, когда делается попытка, то есть с помощью маскирования, закрывания, там, черным квадратиком какой-то части изображения, энкодер должен научиться восстанавливать это изображение. Вот. Здесь тоже немножко другой подход, связанный с тем, что сравнивается восстановленное значение, да, и исходное изображение. Сопоставление между ними происходит. Вот такие основные четыре подхода к предобучению модели, да, которые позволяют решать вам вашу задачу. Значит, напомню, что до сих пор мы рассматривали только вот такой подход, да, здесь вот на современном уровне в текущий момент, да, уже активно используются более сложные подходы. Вот. Ну, так, чтобы представлять вообще масштаб бедствия, да, то есть вот до сих пор мы рассматривали, по сути, вот такие модели, как они обучаются, да, но по факту сейчас, конечно, уже зоопарк таких моделей стал гораздо больше, и речь тут не только о том, что просто много-много разных моделей, каждый из которых чем-то отличается, доносит какое-то улучшение, но и в том, например, что появилось огромное количество новых датасетов. Мы с вами до сих пор там, помню, как в одной из лекций смотрели, что есть такой асет, как и Мейджнет, да, где есть тысяча классов. Сейчас уже появились датасеты, где там есть несколько миллионов классов, то есть по сути классы это отдельные слова, да, там отдельные виды объектов, которые может распознавать система. Вот. И в таких системах используются уже миллиарды изображений, то есть не миллион, как было в Мейджнете, да, 15-го года, а уже миллиарды изображений. К сожалению, такие датасеты, они являются закрытыми, то есть вы не можете к ним получить доступ, это коммерческие датасеты, вот, но тем не менее они есть, да, и на них люди обучают модели. Вот. И поэтому, кстати, как раз притрейнинг становится настолько актуальным, потому что обычные люди, например, не имеют доступ к таким датасетам. Соответственно, вы не можете, например, провести вот этот вейбл-супервижн обучение, да, у вас нет датасетов, но разработчики выкладывают результаты обучения, то есть они вам предоставляют модель, которая обучена на миллиарды изображений, которые поддерживаются несколько миллионов классов, и велика гораздо большая вероятность, что вы найдете там свой класс, который вам нужен. То же самое здесь, да, огромное количество текста используется, огромное количество изображений тоже используется с противосопоставлениями, да. Вот, то есть обучать такие модели самостоятельно становится уже нерентабельно, это нужны целые вычисленные кластеры, стоимости могут доходить до миллионов долларов обучения таких моделей. Вот, но после того, как модель обучена, да, выкладываются там несколько сотен мегабайт модель, файлик, который можно подгрузить, используя в своих задачах. Это, наверное, вот текущая такая парадигма, что вы уже не обучаете модели, да, вы берете готовую модель, готовую предобученную модель, в которой все коэффициенты уже настроены, и вы просто их либо донастраиваете, то есть, как в нашем практическом занятии, вы там отрезаете один слой нейронной сети, заменяете на свой, все остальные слои фиксируете, их коэффициенты, да, и меняете только выходной слой, какую-то линейную регрессию применяете, которая быстро обучается, да, позволяет вам провести какую-то минимальную адаптацию. Вот, это, наверное, основная смена парадигмы, да, но несмотря на то, что вы не будете заниматься обучением, вы должны знать, какие подходы существуют, да, как такие модели были получены, чтобы понимать, на что такие модели способны. Вот, поэтому дальше будем смотреть уже детально по каждому из направлений, что, собственно, сейчас активно используется. Вот, ну и самая первая модель, да, это модель, связанная с обучением на противосопоставление, да, клип переводится как Contrastive Language, Image, что-то там, да, то есть, суть этой модели состоит в том, что, а, притрейнинг, Contrastive Language, Image, притрейнинг, то есть, это технология, которая позволяет вам на основе сопоставления, противопоставления настроить модель таким образом, да, что она позволяет работать с некоторым открытым множеством входящих объектов. То есть, она уже не обучает модель какому-то классу конкретному, да, она обучает модель понимать и сопоставлять изображение и текст. Вот, соответственно, на этапе обучения, да, у вас есть огромное количество изображений, это могут быть миллиарды, миллионы изображений, в каждом из которых сопоставляется некоторый текст, что на этом изображении нарисовано, да. Значит, используются специальные нейросети-энкодеры, да, которые трансформируют, опять же, множество чисел, то есть, каждая картинка приводится к набору чисел, каждый текст преобразуется к набору чисел, где каждому слову, например, сопоставляется какое-то число, да, и каждому пикселю какое-то число. И с помощью специальной нейросети происходит кодирование, да, то есть, некоторое сжатие пространства. То есть, тут могут быть миллионы пикселей на входе, да, они трансформируются, например, в тысячу каких-то чисел, описывающих в некотором абстрактном пространстве данное изображение и множество таких вот векторов описывают все множество картинок в нашем мире вот, само собой, то же самое происходит и с текстом то есть множество текста трансформируется в набор фиксированный набор так называемых токенов или тоже чисел, описывающих текст вот, а дальше рассчитывается специальная матрица матрица, которая показывает насколько данный текст соответствует данному изображению значит, при обучении используются так называемые contrastive loss, да, или функция потерь которая касается, ну, описывает противопоставление то есть вы берете одну и ту же картинку и говорите, вот это одно и то же, например вращаете ее по-разному, говорите, это одно и то же соответственно, функция потерь строится таким образом да, чтобы сопоставить этот текст с этой картинкой чтобы вот пункты, да, вот, то есть у вас текст он превращается в набор чисел, да, где много-много нулей да, и отдельные пункты, да, это числа ненулевые это, по сути, представление числового этого текста да, и то же самое с картинкой происходит какие-то отдельные строчки, они ненулевые и говорится, что пересечение вот этих вот ненулевых строк с ненулевыми столбцами, оно должно быть максимальным ну, давать максимальное число в этой ячейке вот, соответственно, там используется специальная функция потерь, да, функция ошибки при обучении которая позволяет, как бы, подсвечивать эти строчки на основе сопоставления с некоторыми противоположностями, да ну, там отдельный вопрос, да, что нужно еще отдельно иметь огромнейший датасет, не только что изображено на этом изображении, да а что здесь не изображено, например, здесь нет котика это противосопоставление, да для таких примеров пересечение должно быть нулевым таким образом в процессе обучения эта матрица балансируется, да и в итоге модель учится сопоставлять например, текстом в описании сопоставить какие-то изображения или наоборот, подав изображение, можно посмотреть какие строчки здесь станут наиболее активными то есть больше нуля, да по ним вычислить, каким токеном это соответствует то есть каким словам конкретно соответствует ну, тут, соответственно, показано, да, как это можно использовать то есть можно создать некоторый словарик слов словарик объектов, которые вы хотите находить на изображении, да по ним, по шаблону сделать некоторые строчки текста, да пропустить их через тот же самый энкодер то есть закодировать их в вектор чисел по данному вектору, соответственно, подать на вход ваше уже изображение, которое вы хотите анализировать, да и посмотреть, какие есть пересечения то есть посчитать опять пересечения, да и увидеть, что здесь, например, есть по сути просто поиск в таблице нужного соответствия исходя из него уже просто заполнить то есть вы знаете что Т3 это у вас собака соответственно Т3 превращается в фото собаки ну вот такая простая идея которая позволяет вам уже строить модель получить некоторую предобученную модель не вами предобученную миллионы долларов потратили чтобы такую огромнейшую матрицу составить чтобы вы понимали здесь несколько миллионов вот таких ячеек и здесь тоже миллионы ячеек это дает огромную матрицу сопоставления и вот благодаря такому огромному масштабу вы можете строить довольно простые простые надстройки над ней то есть используют этот энкодер эти два энкодера и способ расчета вот этой матрицы вы можете строить уже новую модель вашу модель под вашу специальную задачу это называется Zero Shot Prediction то есть прогнозирование с нулевым обучением то есть вы не обучаете модель вы просто правильно подсовываете слова ей то есть вот подсунули фразу подсунули картинку и модель вам ответит да или нет соответственно имея множество таких картинок множество таких фраз вы можете всегда подсвечивать что вот эта фраза сейчас активирует это по сути выстрелило вот при этом вы не обучали специально вот этим вот словам и вот этим фразам да это просто после прогона огромного количества текстов изображения получается вот такая относительно универсальная модель называется ZeroShot или модели с открытым множеством словарным с открытым словарем то есть это не тот словарь, который используется на обучении это ваш собственный словарь но модель за счет того, что она моделирует язык она начинает понимать такие модели вот на уровне такой матрицы, что такой-то текст соответствует такой-то картинке или не соответствует, например вот, соответственно, это вот модель Clip такая, одна из фундаментальных моделей, которая сейчас активно используется в разного рода других моделях значит, какие еще есть расширения ну, во-первых самое очевидное, это дополнение новых модальностей то есть кроме изображения и текста, да, могут быть видео, могут быть аудио может быть глубина, например то есть какой-то дальномер там или объемная какая-то камера, да, то есть какое-нибудь структурированное зрение, да, которое позволяет вам, например, глубину ну, прямо инфракрасная камера, которая позволяет вам увидеть с подсветкой глубину, да какая-то термическая информация, да, например с какого-нибудь тепловизора или, например, электромагнитное звучание, да, то есть самые разнообразные модальности объединяются вот тоже в такую же недвухмерную матрицу, да, в многомерную матрицу, и используют та же самая технология обучения с другими уже датасетами, которые позволяют вам совмещать все эти модальности, да, и с помощью них вы можете делать вывод, например, из текста сделать вывод в звук, или из картинки сделать вывод в текст, да, или из термических данных получить звук, то есть модель учится сопоставлять разные модальности для того, чтобы решать самые разнообразные задачи за счет масштаба, за счет многомерности, да, позволяет решать очень нетривиальные задачи. Вот, это то, что касается модели CLIP, да, то есть Contrastive Language Image при тренинге, да, то есть позволяет вам построить модель общего назначения для работы с различными модальностями, да, и дальше для решения вашей конкретной задачи просто составлять некоторый словарик, анализировать эту матрицу, использовать эти энкодеры для поиска нужной точки, да, и, соответственно, получать нужный вам ответ. Это, наверное, вот такая одна из революционных идей, которая сейчас активно используется в области интеллектуальных систем. Следует тоже запомнить вот эту схему. Далее, да, это не единственное улучшение этого. Улучшение может касаться, например, анализа не только целого изображения, да, но и отдельных патчей. Это может быть обогащение, например, языковых, да, то есть с изображением, например, есть вейбл какой-то связан, а вы к этому вейбу, там, из википедии подтягиваете какой-то дополнительный текст, да, то есть пытаетесь обогатить вот это множество токенов, да, которые связаны с этим изображением. Вот. Возможность, например, интерпретации, то есть чтобы эта матрица была не какой-то абстрактным набором, да, чисел, а каждый токен имел какое-то значение с точки слова, здесь тоже имел бы какое-то значение с точки зрения изображения, там, какие-то кусочки, например, нарезать правильным образом. В общем, есть огромное количество расширений, в том числе расширений, связанных с тем, как, например, такие модели обучать, да, чтобы наилучшим образом они позволяли вам получать нужный вам результат, да, то есть вот как есть в контрасте false, да, то есть обучение на основе сопоставления, то, что мы только что обсудили в клип, есть расширение, например, когда кроме сопоставления с текстом одновременно еще используется сопоставление с некоторыми размеченными классами, то есть здесь, кроме того, что подсовывается текст, что это собака, да, здесь также будет отдельный еще отдельный этап обучения поверх, что собака – это класс номер 0, например, да, то есть дополнительная информация, которая позволяет дополнительно уточнить результат. Ну, и различные комбинации, когда, например, и одновременный контраст флот используется, да, и вейбл. Вот. Ну, это то, что касается таких и более очевидных задач. Вот. Соответственно, дальше есть более сложные алгоритмы, связанные с тем, когда у вас, например, нет текстового описания для вашей модели. То есть для вашего датасета нет текстового описания, что на каждой картинке изображено. Соответственно, здесь тоже разработан целый ряд алгоритмов того, как можно такие модели обучать. Например, правильно сопоставлять между собой картинки с разными трансформациями. Вот одна из них, например, SimClear, наиболее тривиальная, да, то есть у вас есть исходное изображение, есть некоторый набор трансформаций, который вы можете к нему применять. Вы делаете из одного изображения два изображения. Прямо поворачиваете второе, масштабируете. То есть используйте модель вашу декодера, да, энкодера, да, который должен составить вот эту матрицу представления, да, те самые числа, которые вы должны сопоставить между собой, да, и используйте специальные на этапе обучения декодера, да, который из этого представления должен вам сгенерировать картинку. И вот после того, как вы сгенерируете картинку, значит, у вас должно получиться одно и то же. То есть, по сути, вы учите модель энкодера сопоставлять разные изображения, да, видеть общее среди этих изображений. Значит, есть более сложные модели, да, где, например, есть несбалансированный подход, да, где у вас, здесь у вас обе ветви настраиваются в процессе обучения. Есть более сложные системы, да, где, например, часть изображения тоже преобразуется, да, но при этом вторая часть, она не обучается. По сути, используется один и тот же энкодер, но учится сопоставлять уже внутреннее представление, да, с помощью некоторого промежуточного этапа. На этапе использования, значит, предиктор уже удаляется, да, он, по сути, убирает частные признаки, да, но общая часть остается. Вот, ну и такой самый сложный случай, да, когда у вас уже есть какие-то нагромождения, там, слева-справа, то есть тут такая аналогия с учителем-учеником, то есть ученик, он туда-сюда что-то ищет, да, а учитель, он такой более консервативный, значит, он постепенно перенимает знания от ученика через, там, скользящее среднее, да, и некоторую такую среднюю температуру по больнице выдаёт. Вот, и задача в том, чтобы обучать одновременно их. Тем самым вы, с одной стороны, и подвержены инновациям, да, при обучении, в то же время вы пытаетесь какую-то консервативность соблюдать учения. То есть все эти схемы, они используются в том случае, если у вас, например, нет никакого текстового описания, то есть вы не пытаетесь там сопоставлять картинки с текстом, вы пытаетесь просто картинки между собой сопоставлять. И самое главное, вы в таких подходах не используете никаких контрпримеров, да, то есть если здесь можно было легко сделать контрпример, например, взяв просто другой класс и нагенерировав каких-то токенов, сказать, что это не собака, например, не кошка, то здесь, например, когда у вас нет никакого текста, да, например, по какому-то изображению сказать, что будет для него контрпримером, очень сложно. Вот, поэтому приходится придумывать более сложные схемы обучения, которые, тем не менее, позволяют настроить модель таким образом, чтобы она умела различать между собой разные предметы, при этом даже не зная, что это за предметы, то есть анализируя только визуальную информацию, ну, примерно то, как работает там человеческий глаз, например, да, часть мозга, отвечающая за визуальные образы. Значит, такие методы называются self-supervise, то есть самообучаемые, да, то есть вы просто подсовываете, если уже нет никакого учителя, вы просто подсовываете здесь набор изображений, да, и она, модель на множество этих изображений учится различать между, ну, как бы находить признаки в изображении, да, принципиальные какие-то признаки находить, исходя из того преобразования, которое вы используете. То есть если вы, например, делаете повороты, оно становится инвариантным к поворотам. Если вы там делаете изменение цвета, оно становится инвариантным к изменению цвета, да, и позволяет вам находить объекты общего характера. Значит, следующий, более сложный, да, подход, это подход на основе масок, маскет image modeling, да, то есть моделирование визуальных образов через маскирование. Ну, вот здесь на схеме показана довольно-таки наглядная иллюстрация, что исходное изображение нарезается на куски, называемые патчами, и затем части этих кусков, они просто закрываются для модели. И модель обучается реконструировать пропущенные куски, причем не в исходное изображение, да, а в некоторое векторное представление, то есть набор чисел, да, вот то, о чем мы говорили, что когда у вас есть специальный энкодер, который должен быть энкодер, который умеет трансформировать изображение в набор чисел. Так вот этот подход с маскированием, да, он позволяет вам такие энкодеры обучать. Один из способов их обучать, да, то есть берется некоторый существующий энкодер, там это может быть все что угодно, в том числе какие-то большие, там, коммерческие модели, которые вы можете не знать, как они устроены, да, но вы знаете, что они хорошо работают, например. Вот. И, например, ваша задача построить модель, которая будет делать то же самое, да. Соответственно, ну, идея очень простая, она пришла, на самом деле, из языковых моделей, где пытаются моделировать последовательность, ну, представьте, что здесь будет просто последовательность символов, да, и модель учат, закрывая специальными квадратиками входные данные, восстанавливать эти данные, но не напрямую, да, а некоторое их векторное представление. Соответственно, берется тоже некоторая огромная модель, там, трансформеры они сейчас называются, не будем сейчас вдаваться в подробности того, как они устроены. Это некоторая нейронная сеть, довольно сложная, которая умеет находить зависимости между отдельными входами, которые вы ей подаете. Вот. И, соответственно, некоторая более облегченная модель, которая позволяет вам из выхода вот этого внутреннего представления этого трансформера сформировать числовое представление. Вот. Числовое представление, да, такое, чтобы можно было потом из него путем декодирования тоже специальной модели получить исходное изображение. Таким образом, модель обучается, по сути, угадывать, что закрыто на этой картинке. Ну, например, находить по частям изображения, реконструировать его, да, то есть некоторая более сложная задача, чем просто сопоставление текста картинок, да, научиться восстанавливать пропущенные части изображения, тем самым, например, схожие объекты, у которых там части будут немножко отличаться, да, она научится их сопоставлять, что они примерно одно и то же, да. То есть можно получать, по сути, некоторое числовое представление, да, и на основе него сравнивать объекты. Это вот третье направление, да, помимо совмещения языковых и графических, да, чисто графического сопоставления или чисто языкового описания, да, вот такое вот обучение на основе маскирования. То есть, опять-таки, вы даете огромное количество изображений, никак их не размечаете, но используете какую-то готовую модель, которую вы просто где-то взяли, черный ящик, да, и, по сути, ваша модель обучается делать то же самое, просто вот моделируя таким образом визуальную информацию. Значит, что, ну и, соответственно, дальше есть развитие вот этого простого метода, это такой исторически первый был метод, да, где просто нарезалась там картинка 4х4, огромное количество патчей, да, они как-то там декодировались, закрывались и обучают, да, есть более сложные модели. Сейчас это уже попиксельное, например, то есть уже не на отдельные куски нарезается, да, например, каждый пиксель используется как последовательность, вот здесь, при маскировании. Вот, и тоже такое очень интересное направление, связанное с тем, чтобы, а чему, собственно, мы здесь обучаем модель, да, то есть нужно ли нам какое-то абстрактное представление здесь, да, или мы хотим что-то конкретное. Ну, например, в качестве токенайзера используют алгоритмы классического компьютерного зрения, например, выделение границ. То есть сюда помещаются пиксели, там, черные и белые, да, чтобы изображение позволяло на границе находить. Либо, например, как здесь, это направление, да, то есть у вас каждый пиксель показывает, в каком направлении грань смотрит, ну, по сути, некоторый объем реконструирует. Вот, идея та же самая, да, то есть есть токенайзер, который говорит, что должно быть, да, и есть некоторый способ нарезки на патчи, там, на отдельные пиксели. Есть огромная модель-трансформер, которая позволяет вот эту вот нарезку трансформировать в то, что вам нужно. То есть, по сути, вы учите модель решать уже задачу не просто, там, распознавания котиков-собачек, а, например, задачу выделения границ на изображение. То есть вы можете делать специализированные модели, которые позволяют вам решить конкретную, ну, какую-то информацию полезную излечь из изображения. Причем уже без привязки к конкретным, там, картинкам котиков-собачек, которые вы подсовываете. Вот, за счет, опять же, огромных датасетов, которые вы будете использовать на этапе обучения. Вот, поэтому конечные пользователи могут просто брать эти модели и без всякого дообучения, например, использовать их для задач выделения границ, особо не задумываясь, как это устроено. Вот, соответственно, да, есть тоже всяческие расширения. Тут подробно они рассматривают. В конечном итоге они приходят к тому, что, да, вот, есть классический подход, когда у вас огромное количество размеченных изображений, да, и здесь вы можете, например, какие-то очень специализированные классы вводить. Например, как здесь, здесь есть четыре класса собак, разные породы, да, которые сводятся, там, к двум классам, например, да, ну, например, не знаю, пекинес, там, да, мопсы, там, маленькие, да, или большие, там, овчарки. Вот. А если использовать, например, чисто языковые, языковые визуальные модели, да, то все они будут распознаваться как просто, как собаки. Ну, то есть она не будет отличать, что это, там, пекинес от овчарки, например. Это просто будут собаки. Ну, потому что она такая генерализированная. Вот. А есть специализированные модели, которые объединяют преимущества и первого, и второго. То есть они одновременно обучаются и на языках, да, на некоторых текстах, сопоставляемых с изображениями, да. В то же время используют какие-то специализированные датасеты, например, датасет отдельных пород собак. Они все это смешивают в некотором многостадийном процессе обучения, получают такую более продвинутую модель. Вот как тут приводится пример UNICL, да, который позволяет получать результаты лучше, чем здесь или здесь. Соответственно, это все касается уже дальше подходов к объединению, да, то есть разные, то есть у нас есть четыре мы типа рассмотрели. Это обучение с учителем, обучение на основе противопоставления текста картинок, просто противопоставление картинок между собой, либо вообще без противопоставления, да, поиска, либо моделирование через маскирование. Вот. Есть еще подходы, связанные с перемешиванием всех этих подходов между собой. Например, могут брать модель, связанную с, например, клип, то есть контрастив language, мейдж, притренинг, да, использовать выходы этой модели как учителя или как токенайзера, да, в модели с маскированием. То есть, ну, начинают смешивать просто между собой разные подходы, что в целом позволяет тоже улучшить результат. Помимо там повышения интерпретации, да, еще и повысить результат. То же самое там могут, например, обучить сначала модель на основе клип, да, и потом ее трансформировать через маски. То есть совершенно разные подходы, где вот эти четыре подхода между собой перемешиваются каким-то образом. Какие-то из них лучше работают, какие-то хуже, но вот сейчас очень любят комбинировать, играть в конструктор. Вот. И, соответственно, еще более продвинутый вариант, да, это перемешивание данных на уровне данных, то есть не на уровне процесса обучения, когда у вас есть некоторые дискретные шаги, там, отдельно вы обучаете это, отдельно это, а потом обучаете все вместе. А, например, на уровне смешения данных, да, то есть когда вы вашу модель, например, которая обучается по маскированию, вы замешиваете одновременно картинки, текстом и что-то еще. То есть разные модальности подаете. То есть это год, это год модальности, да, когда смешивают разные типы данных, смешивают в одной модели. Это может быть тоже, опять-таки, по-разному устроено, значит, как на уровне того, что у вас внутри, ну, как здесь приводится, B3 модель, да, у нее, по сути, модель состоит из кучи маленьких подмоделек, которые по-умным образом переключаются между собой. То есть в зависимости от того, какие данные вы на вход подсунули, умная специальная часть этой модели, она выставляет правильные числа, по которым потом выбирается, по какой ветке идти. То есть, по сути, учится переключаться, да, это такой самый простой способ объединения разных модальностей. Вот. Более сложный подход, и он сейчас наиболее популярный, связан с тем, что используется уже модель универсальная для вычисления результата, но на входе подается, имеется набор универсальных моделей, но для каждой модальности модель имеет свой тип, да, то есть это, по сути, смешение на уровне входных данных. Вот. Ну, вот здесь приводится модель Uniter, которая позволяет вам одновременно, ну, по сути, работать с мультимодальными данными, позволяет одновременно анализировать изображение и текст. Причем текст с изображением сопоставляется не просто по некоторому противопоставлению, да, а на уровне того, что в изображении предварительно выделяются участки, и каждому участку сопоставляется свой текст. То есть модель учится не просто сопоставлять пиксели с текстом, она учится сопоставлять объектам, то есть текст сопоставлять некоторой композиции объектов. То есть в тексте может, например, описываться, что здесь, например, есть там собачка-котик, собачка находится справа, котик находится слева. И, соответственно, все это одна единая сцена. И модель учится такие сцены распознавать, да, и выдавать нужный ответ. Соответственно, внутри такой модели, помимо универсальной нейронной сети, которая, по сути, ищет взаимосвязи, да, между разными модальностями, есть еще специализированные нейронные сети, которые, как бы, являются частью этой огромной нейронной сети, да, но решают какие-то специализированные задачи, связанные там с конкретной модальностью. То есть вот используется, например, для того, чтобы описать изображение, да, в виде некоторого набора чисел. Значит, изображение, оно, так называемое, оно решается сначала задача детекции, то есть находятся какие объекты есть на изображении. Значит, для каждого объекта определяется локация в виде некоторого прямоугольничка. Ну, прямоугольничек задается четырьмя числами, да, там, например, центр и размеры прямоугольника на изображении. И для каждого такого прямоугольника дополнительно еще задается, к какому классу оно относится. Например, вот это вот котик, это собачка. В итоге у вас кодируется изображение в виде некоторого набора прямоугольников, где каждому прямоугольнику сопоставляется текст. И вот это все, оно вместе трансформируется опять в текст, в некоторый набор токенов, наряду с текстом, описывающим в целом изображение, то есть просто вы говорите, что на этом картинке нарисовано. И учится модель сопоставлять вот такую пространственную информацию о том, где что расположено, какие объекты, с общей характеристикой того, что на этой сцене происходит. Вот, и соответственно, на основе такого противопоставления, да, строится вот эта вот страшная матрица многомерная, на самом деле она двухмерная, да, то есть даже она может быть одномерная, да, где просто универсальные токи сопоставляются друг с другом. И на основе вот так огромного количества примеров, размеченных данных, модель учится решать довольно нетривиальные задачи. То есть это могут быть, например, восстановление изображения или части изображения по описанию. Это может быть, значит, восстановление текста, да, то есть у вас есть изображение, вы хотите узнать, что на этом изображении нарисовано. Например, это изображение содержит, да, и пропущенное слово. Соответственно, модель будет вам говорить, что на этом изображении нарисовано. Ну и в том числе позволяет вам, например, с помощью текста, что на нем нарисовано, и картинки, например, говорить, какому классу. То есть как-то классифицировать, например. Ну, например, изображение неполикорректное, например, или используется для фильтрации контента. То есть выдавать какой-то управляющий сигнал, например, для того, чтобы как-то реагировать на такие изображения. В общем, это такое вот с точки зрения таких специализированных визуальных моделей. Это сейчас вот, что называется, state of the art, современное состояние модели. Вот такие вот мультимодальные штуки, которые позволяют вам решать очень нетривиальные. Значит, самое главное, да, что эти модели уже обучены на гигантских датасетах. Вы можете их скачать, подсунуть, например, какой-то текст, да, и в ответ получить, ну, вернее, скорее, подсунуть картинку, да, и получить, например, взамен текстовое описание. Вот, соответственно, таких моделей, конечно же, нетривиальное обучение многостадийное, да, то есть свои собственные датасеты, которые они используют. Вот, вот, часто бывает архитектура закрытая, вот, но, тем не менее, они позволяют вам получить на выходе некоторый артефакт, да, и с этим файликом, условно говоря, который не нужно дообучать. То есть вы можете просто его брать и использовать для решения вашей задачи, правильным образом сформулировав ваш запрос, например, в виде текста. То есть такие вот сложные модели, умеющие сопоставлять между собой разные модальности. То есть таких моделей, на самом деле, большое количество, у каждой из них есть свои плюсы, свои минусы, ну, вот, подробно. Ну, вот тут пример приводится другого подхода, да, то есть здесь у нас был подход, где мы на входе смешивали данные, да, здесь уже немножко другой подход. Ну, вернее, он примерно такой же, да, только здесь нет уже вот такой общей сети, которая все смешивает, да, здесь есть два потока, которые постепенно, то есть поток визуальных, поток текстовых данных, да, и между ними есть отдельные связи, которые позволяют постепенно перемешивать их. Точно так же используются некоторые на входе предобработчики, которые позволяют вам разбить картинку на отдельные объекты, да, выделить отдельные объекты. То есть, по сути, модель анализирует не одно изображение, да, анализирует множество изображений. И то же самое сопоставлять каждому такому объекту, сопоставлять некоторые текстовые представления в сопровождающем тексте. То есть, давать как общее описание, да, так и описание отдельных объектов. Вот, в конечном итоге все равно все это сводится к некоторому, как они описывают, что это некоторое представление языковое уже такого изображения. Вот, и, соответственно, дальше можно использовать это представление того, чтобы решать ваши задачи. Это вот такой набор фундаментальных моделей, да, основанных на языковом представлении, на представлении изображений. Значит, следующие еще более сложные модели, связанные уже с предобучением для отдельных частей изображения. Это могут быть пиксели. Здесь, как бы, минимальная гранулярность касалась отдельных объектов, да, здесь уже может быть гранулярность на уровне пикселей, например, да, или какой-то сегмента изображения. Вот, и здесь, наверное, самая популярная, самая такая известная модель, называется модель SIGMENT ENIFING. Так, была разработана компания Meta с участием российских, кстати, ученых, вот, которая показывает, ну, довольно хорошие результаты, да, именно с точки зрения того, что после обучения вам не нужно ничего с ней делать, вы можете просто брать ей и пользоваться. Ну, вот, есть, на самом деле, простая демка, да, где можно, там, загрузить любую свою картинку, посмотреть, как она работает, да, то есть, допустим, мы просто берем какое-то случайное изображение, значит, модель его анализирует, да, представляет в некотором своем там дуре представление, после чего вы можете просто тыкать мышкой, да, и говорить, вот, выдели мне, пожалуйста, объект, да, и модель без всякого предобучения позволяет вам решать такие задачи, то есть, без предобучения находить объекты по некоторым подсказкам, то есть, вы можете сказать, вот, хочу выделить что-то вот здесь, да, и модель понимает, что вы хотите выделить руку, например, на изображении, она будет вам выдавать координаты этой руки, значит, можете добавить, например, вот, хочу вот это и вот это, да, увеличить как-то его, значит, можете просто сказать, а выдели мне все, что ты можешь найти, все объекты, которые ты можешь найти на этом изображении, да, она сама там Все это найдет, выделен, да, и сейчас вот разукрасит нам. То есть какие объекты есть на этой картинке. Значит, модель open-source, можно посмотреть, как она устроена, то есть ее исходники. Можно, соответственно, на гитхабе лежат исходники, то есть можно открыть исходники, посмотреть, с чего она состоит. Значит, есть статья, которая описывает, да, то есть такое открытое решение. Есть, на чего нет, нет данных, да, то есть специализированный проприетарный датасет использован, оплаченный Фейсбуком. Тут очень много российских картинок, всяких газелей и прочего. Вот модель позволяет, соответственно, находить объекты без какого-либо предварительного обучения. То есть вы берете вашу какую-то картинку специализированную, как мы здесь взяли, да, и модель вполне натурально размечает, где что находится на ней. Она не говорит, что это за объекты, да, но она позволяет вам определить границы этих объектов. После чего, например, можно выделить отдельный объект, да, не знаю, там, например, человека, и его там вырезать, да, и посмотреть. Вот что-то пока тут не работает. Сейчас. Можно человека отдельно вырезать, да, эту маску, и использовать, например, ее в классификаторе, вот как мы до этого рассматривали, да, там, универсальные классификаторы, которые вам скажут, что это человек, например, или там это рука, например, или бутылка. То есть смена парадигмы происходит, да, то есть вместо того, чтобы собирать огромные датасеты, обучать, вы берете вот эти фундаментальные модели, размечаете автоматически некоторые изображения, потом берете другие фундаментальные модели, определяете класс этих объектов, да, и получается у вас такое интеллектуальное решение, которое, по сути, ну, из коробки работает. Ну, на самом деле, конечно, все не так хорошо, но, тем не менее, уже неплохо. По сравнению с тем, что было там лет действенно. Так вот, эта модель сам, да, это один из таких популярных примеров современных моделей анализа изображений, которые позволяют вам, по сути, подавая некоторые подсказки модели, называемые промпты, без обучения получать тот результат, который вы ожидаете. Так называемый zero-shot learning, да, или in-context learning. То есть вы модели подсовываете некоторую подсказку. Устроена она очень просто. Значит, у нее есть набор входов, описывающих разные модальности, и есть отдельный вход, который описывает изображение, да, то есть вы можете с изображением вместе подсунуть, например, отдельные точки, как вот здесь, например, мы хотим выделить человека, мы взяли три точки им задали, да, с теми кусками, которые нам нужны. Причем точки могут быть как примеры, так и, вот мы, например, не хотим выделять какую-то часть изображения, да. Не знаю, вот это, например, не хотим, да. И она пытается нам сейчас тут закрасить, да. То есть как положительные примеры, так и отрицательные примеры мы ей даем. Так называемый few-shot learning. То есть обучение с нескольких выстрелов. То есть вы можете, задав всего несколько точек, да, научить модель распознавать нужный вам объект. Вот. И, соответственно, мультимодальность, да. То есть это могут быть точки, это могут быть ограничивающие прямоугольники. То есть, например, мы хотим, сейчас давайте, мы, например, хотим выделить что-то, да. Ну вот мы поняли, что это не совсем то. Значит, мы хотим убрать вот эту часть, да. Хотим убрать что-то еще, но что-то вот он. Давайте лучше на точках покажем, да. То есть, например, мы вот выделили здесь человека, да, но не хотим, чтобы у него подала рука. Так, нет, сейчас, еще раз. Теперь добавляем отрицательный пример, да, говорим, что без руки, пожалуйста. Вот, пожалуйста, без руки он вырезал. То есть с помощью подсказок модель может без какого-либо обучения решать специализированную для вас задачу. Вот. Понятно, что эта модель работает не только в веб-интерфейсе, это на самом деле некоторый скрипт, ну, сервис, да, который вы можете установить просто как пакет питона, скачать и вызвать для инференса, да, то есть для получения вашего результата, передать ему изображение, передать ему подсказку и получить на выходе тот результат. То есть это можно включать в какие-то серверные приложения, которые, например, анализируют видеопоток. Вот. И эта модель, на самом деле, она породила огромное количество потомков, да, то есть на основе такой простой идеи возможности по подсказкам находить нужные объекты, строится большое количество других моделей поверх нее. Например, модели, которые позволяют вам, выделив объект в вашем видеопотоке, дальше отслеживать то, куда он происходит. Ну, например, там автомобиль вы выделили, да, и дальше по видео за автомобиль будет трекаться, то есть по сути анализироваться, как он движется в кадре. Путем анализа как раз переходов от кадра к кадру, да, простановки правильных точек. Вот. Модель очень простая. На вход подается изображение, подается набор. Таких вот подсказок. Это могут быть точки, прямоугольники, какие-то пользователям выделенные фрагменты изображения, да, либо какой-то текст. То есть тоже можно с помощью текста попросить выделить, например, ну, здесь этого нет, но вообще говоря, можно и текстом задать, да. То есть, например, найдите мне мужчину в голубом, в голубой рубашке. Там, или мужчину в темном пиджаке, например, да. Она вам его найдет. Такие мультимодальные входы, они преобразуются через специальные энкодеры, то есть это отдельные нейронные сети, которые позволяют вам трансформировать к универсальному описанию. Складываются в общий вектор, да, и дальше есть простой декодер, тоже нейронная сеть, которая трансформирует входную информацию в попиксельную маску, да, что где находится. Очень простая модель, ничего нового в ней нет, но новшество оказалось в том, что, во-первых, Facebook оплатил сборку порядка миллиарда вот этих маск, то есть по пиксельному обозначению, да, на 11 миллионных изображений. Это собранное по всем правилам и лицензированное изображение, да, то есть не какие-то сворованные в интернете, а именно специально оплаченные, да, сбор от вот этого сета, вручную размеченные. Вот, и второй момент, да, это то, что потом эту модель запустили, в цикле, то есть по сути результат работы модели, последствия использованы для того, чтобы снова обучать эту модель. Например, было размечено изображение вручную, да, оно выделило огромное количество точек, ну, масок, да, выделило. Дальше было сгенерировано там еще, например, тысяча примеров на основе этого результата. Например, отдельно вот точка здесь, да, и, соответственно, маска этой точки. То есть таким образом удалось из 11 миллионов изображений, да, сгенерировать порядка миллиарда масок. Отличных, разных задач. Вот. Вот этот колоссальный объем информации был перемолот, была вот обучена эта огромная сложная модель с очень простой архитектурой, но с огромным количеством параметров, да, то есть это миллиарды параметров числовых настройки. Вот после чего эта модель была просто выложена в открытый доступ, именно уже как готовая модель. То есть не сами данные, на которых она обучалась, да, а именно результат обучения. Вот что сейчас активно очень используется разными энтузиастами, да, для того, чтобы, например, смешивать эту модель. Вот как я уже приводил пример с трекингом, да, когда вам нужно отслеживать, например, объекты на видеоизображении. Когда вы, например, хотите другие модальности сюда подключать, да, то есть дополнительные входы здесь появляются. То есть люди начали использовать эту идею для того, чтобы развивать уже свои модели. Вот поэтому это одна из как раз фундаментальных моделей, которая сейчас очень популярна, позволяющая на уровне отдельных пикселей изображения понимать структуру изображения, да, то есть не понимая, что это конкретно лошадь там или ведро там с водой, она понимает, что вот это вот множество пикселей – это ведро. Ну, вернее, она не знает, что это ведро, например, какой-то объект, вот, у него есть такой набор пикселей, да, а этот объект, у него такой набор пикселей, вот. Но дальше вы можете, например, использовать этот набор пикселей, вырезать его отдельно и использовать, например, классификатор, чтобы понять, что это такое. Вот есть на самом деле тоже целый набор моделей, например, тот же Grounding Zin, да, цель которого как раз, используя вот такие фундаментальные модели, решать уже конечные задачи, например, выделять то, какие объекты есть на изображении. Значит, наверное, это вот, ну, там просто пример, да, того, как это может быть использовано. Вот одна из таких моделей – это OVL-Vid, да, то есть Open World Language Visual Transformer, да, который позволяет вам по некоторому общему, подсовывая модели картинку, да, и некоторый текст того, что нужно на этой картинке найти, она вам ее выделяет. То есть говорить, например, здесь в примере, да, на изображении мы попросили выделить здесь бурильный аппарат, да. Мы ничего не обучали модель, мы просто скачали готовые весовые коэффициенты этой модели и подсунули ей некоторый текст. И спросили, пожалуйста, найди мне вот этот, что этому тексту соответствует на картинке. Вот модель без всякого обучения находит нам, ну, четыре кандидата, каждый из которых так или иначе соответствует бурильной машине. То есть без какого-либо обучения. Вот. Ну, наш пример тоже уже чуть похуже, да. Попросили найти бутылку, например, здесь на фотографии. Не все, конечно, она нашла, то есть она может находить только бутылки, похожие на бутылки. Смятые бутылки она, к сожалению, уже не может находить. То есть у таких моделей тоже есть ограничения. Они касаются того, на каких датасетах они обучались, да. То есть, видимо, бутылки там были, да, а вот смятых бутылок там особо не было. Поэтому такие у них штуки находить не могут. В общем, наверное, это вот то, что касается части, связанной с моделями для понимания изображения, да, то есть для извлечения полезной информации, текущее состояние примерно такое. Вот. В следующий раз уже будем рассматривать другое направление, связанное с генерацией изображения, да, то есть как по тексту, например, по текстному описанию сгенерировать нужное изображение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok